Та-дам! Всем привет, ребят! Ну что, мы начинаем рубать салаты. Аласа заняла мое место. А че? Сходите, пожалуйста, девушка. Давай, давай, давай. Да давай, не дергайся руки мыть. Альма, не надо ее съедать. А че ты шапочку сняла? Да, потому что неудобно очень. Так, ну что, ребята, утка у нас запекается. Нормально, прикольная шапка, блин. Я бы тоже одела, но у меня челка сейчас примнется. Так, ну что? Так, Аня. Кто что делает? Выбирайте, кто что будет нарезать. Огурцы, картошка, свежий огурец. Давай задание, мать. Да, ты же у нас основная. Лена, что ты хочешь нарезать? Давай ты огурчики будешь резать. Давай. Будешь? Только вот эти вот. Ну я понял. Срезай и нарезай. Мелко нарезать. Ну, примерно. Давайте, скажу как. Не, сильно мелко, наверное, не надо. Но пополам. Вот так вот. Все, понял. Ну, примерно такие вот кубики где-то. Не одно, по-моему. Так, я морковь тогда. Ты морковь? Да. Так, а я... Почему? Давайте тогда яйца, наверное. Так, мы готовим салат оливье и сразу же готовим салат крабовый. Это основные салаты, которые мы любим. Без оливье Новый год. Не Новый год. У меня мяшку видно? Нет, не видно. Не видно, да? У меня халатик забирается, всю салатку, наверное, вывалила. На этот самый. Без оливье Новый год не обходится, ребят. Хотя, вроде как, уже он, да, ему много лет этому салату. Кто-то скажет, поднадоел. Но нет. Мы его кушаем, в принципе, на Новый год. И в течение года готовим буквально пару раз. Да, пару раз. То есть, нам он не приелся, мы с удовольствием его кушаем. Но вот любим именно с огурцами. Кто-то делает со свежими, кто-то с маринованными. А мы любим именно вот с такими. Они типа как квашеные, ну как бочковые, они кисленькие. И в салате они очень обалденно вписываются. Смотрятся. Да. Так, это я одно нарезала яйцо. Это на крабовый будет. Сейчас мы распределим всё. И потом ещё, ребята, я сделаю этот, из печени трески в салате. А при этом, неси нахуй, нормально. Печёночно-тресковый. Печёночно-тресковый, да. Надеюсь, не подведёт меня печень трески. Надеюсь, печень меня не подведёт. Для нормального качества. Потому что я переживаю, конечно. Чтоб всё было хорошо. Что-то сегодня мы с Леной вспомнили. Как раз недавно был комментарий. Не знаю, как в России там. А у нас в Украине... Меня, короче, написали мне комментарии, Юля, а ты знаешь какие-то щедривки, калятки? Ребята, щедривки, калятки, это у нас на Украине такие... Не знаю, как... Что они обозначают, когда ходят щедривки? Традиция. Традиция такая. Песенки такие есть. Народная традиция. Люди наряжаются и ходят, поют, да, такие вот народные песенки. Каледуют. Каледуют, да. Вот. В России есть такая обычная такой? Или нет? Я ж не знаю. Ребята, пишите в комментариях, есть ли у вас такое. И, короче... Да, Юля знала. Но Юля всё забыла. Когда я была маленькая, ребята, рассказываю. Наверное, ну, чуть младше Лены. Может, лет 10-11. И ещё раньше. Мы ходили каледовать, посевать, каледовать, щедровать. Это всё одно и то же. Мы брали торбы, пакеты. Шли по домам, по квартирам. Просто которые, ну, мы не знаем этих людей. Ничего раньше ж не было. Все подъезды просто были открытые. Доступно было. Это сейчас в домофон и нифига не попадёшь. Раньше заходишь и всё. И мы стучались в дверь, там звонили звонок. Они спрашивают, кто там? А мы спрашивали, здравствуйте, щедровать можно? Такие мы маленькие были. Они там говорят, нет, нельзя. Было и такое. А было, что люди открывали дверь. Мы пели песенки. Просто, ну, заходили на порог в квартиру, переступая порог. Нас по три, по четыре человека ходило. И люди слушали эти песенки. И за это давали конфетки. Конфетки, мандаринки, кто что. Вы говорили, зачем нам конфетки, дайте нам денег. Да, денежки давали. Так, я что, не в ту миску уже. Денежки давали. И так далее. Вот. И знала я все эти песенки. Просто позабывала. Краб какую-то. Так, в какую-то. Подожди, я сейчас... Вот это крабовый. А, вот сюда, вот сюда, Лена. Вот. Лена, не помнишь? Вы даже в это, когда ты ходила в музыкальную школу, мы там пели. А, да. Шедрик-шедрик-шедрик-шедрик очка, прилетела ластик очка. Нормально. Стала соби щебет-оти, господаря, выкликаты. А потом там выше. Выйди, выйди, господарю. Так, ты порезала морковочку. Режь, теперь... Картошку я хочу. А, что еще у нас? А, это... Давай картошку, да. Резай картошку. Тоже кубиком. И так далее. И, короче, был у нас случай... Вы не ходили так, папка? Похотал. Нет. Нет. У нас такого не было. Не было, да. Не знаю почему. Ну, что-то и ходил, но в наших компаниях не ходили. Вот. И так мы приносили такие торбы домой. Потом мы объедались этими сладостями и так далее. Потом выкладывали дома на диване все деньги, копейки и так далее. Подсчитывали. Так, там нормалек. Можно было жить, короче. Так. Знаете, что, наверное, мало яиц еще. Но у меня есть еще яйца. Я оставила на салат из печени трески. Но если что, я их использую и подварю потом. И, короче, был случай. А мы же не знаем, в чью мы квартиру стучим. Мы не знаем, кто там живет, кто откроет дверь. А вот еще, бабушечка. Кто откроет дверь. Короче, постучали. Так долго там не открывали. Мы уже собирались в следующую квартиру звонить. Щелк-щелк замок. Открывается дверь, открывает бабушка. Бабушки, ребята, лет 80, наверное. Такая прям в годах, в годах. Мы же спросили, можно щедровать? Наверное, да, детки, детки, заходь ты там. Я так самое, дякую, все дела. Мы спели песенку. И мы уже, нам ничего от нее не надо. Потому что мы понимаем, что там, ну, в хате только ковер на полу и кровать. И больше не телевизор, ничего. Ну, короче, однокомность на квартире. И нам уже, ну, все, мы пошли, типа, нам уже спидно. Она такая, не-не-не, зачекай ты, подождите. И эта бабушка, да, помощите мне, помогите. Тут под кроватью возьмите. Мы же зашли в комнату, раздулись. А кровать еще такая, знаешь, с фасерной сеткой, такая, старовинная. Там мешок, мешок, вытягивайте. Мы вытягиваем мешок, ребята, такой, это полный мешок орехов. Ей нечего нам было дать на орехов. Берите, сколько вам надо. Мы пожмить не взяли орехов и ушли. И я запомнила на всю жизнь вот этот вот случай. Представляете? А почему запомнила? Ну, потому что мне, ну, необычно. И мне было неудобно перед бабушкой. Ну как, она ей, понятно, ей хочется что-то дать, а ей нечего нам дать. У нее нет ни конфет, ничего, понимаешь? И она этими орехами... Я вот запомнила. Вот никаких людей не запомнила, понимаешь? А вот эту бабушку запомнила. Представляешь? Вот так вот. Так, сейчас, ребята, я буду дочищать еще пару яиц. Так, давай, я... Высыплю сюда. Так, это у нас, чтобы не перепутать, это у нас оливье. Сейчас мы у нас добавим. Так. Так, или что колбасу режет. Так, какой мы тут возьмем? Давай. Так, куда? Это да. Это туда. И Альма там все помогает, и Ласа. Все на свете пришли. Вот так вот, кругляшками, а потом... Так, Леночка. А что, крабную палочку дарезаю? А, катушку, да, дарезаю еще. Я сейчас почищу быстренько два яйца. И добавлю их, не знаю, куда. Короче, она будет яйца подварить. Считала, считала, что-то не досчиталось. И вот так вот мы ходили, ребята. Ну, прикольно было. Прикольно. Классно. Ну, я не знаю, сейчас... Ну, к нам ни разу, например, не приходили. То ли сейчас уже так дети не делают, то ли что. Не делают, да? А раньше это нормально, нормально было. И никто там не смеялся, ну, то есть не зазорно. Ой. А такой, этот, обычай, поняли? Ну, знаешь, сейчас труднодоступно зайти кому-то в квартиру. Ну, да. Да и раньше время другое было. Сейчас люди боятся дверь открывать, понимаешь? Да. Не, ну и тогда было там, что это самое, нет, там, не надо там щедровать или еще что-то, ну, вот. Но это все равно родители не переживали детей отпускать по неизвестным квартирам, где бывает и выпившие люди, то есть все равно не было никаких там, не ЧП, знаешь, не было бы. Такого не было. Чего ты смотришь? Чего? Потому что колбасой пахнет. Ей. И лаза тут припарковалась. Так, все, и третье яйцо дощищали. Ребята, не рассчитала. А на тот салат я поставлю, сварю. У нас время еще есть, время, балов, 12 часов только, ребята. Утка запекается. Да, мы сегодня пораньше встали, да? Да. А я что-то проснулась как-то, не знаю. Думала подольше поспать на ней. А мать проснулась, и мы потянулись. Да, Доня? Да. Ну, я в 10-е-то, почему-то, поэтому. Я в 9. А я в 8 встала. Да, еще 9-и не было. Я в 8 встала, еще полежала там в телефоне, покопалась. У меня же сразу, я проснулась, и сразу телефон в руки, я смотрю комментарии. Такая жизнь, ребята. Так, сейчас сполосну. Да, яйца очень тяжело чистятся. Говорят, что если яйцо тяжело чистится, то оно, ну, свежее. Так, не дофига там картошки? Не знаю, я только в том... Сейчас, подожди, ложку возьму. Можно же не всю нарезать, чтобы у нас не получилось там что-то фига картошки. Так, а что сюда еще? Яиц мало. Что, крабовые палочки будешь, да? Ну да, куда-нибудь нужно лизать. Это уже цезарь будет. Да? Да, это сюда. У нас стол так качается. Вот мы, когда купили Сергею этот стол, это давненько было. И потом пожалели, да? Да. Он вроде там красивый был в магазине, то-се. Пожалели, потому что он шатается. Неустойчивый. Да, неустойчивый. Он шатается. Даже если что-то подложит, он все равно пошатается. Да, да. А не сильно крупно лежит? Ого, ого. На мощные кубики. Да, это очень крупно. Это мощные кубики. Нормально, значит, так будет. Нормально. Ой, меня... Можно... Колбаса должна быть, что-то почувствовать. Да. Если ты мелкую порезаешь. Короче, у нас крупная. И где такое будет? Лена, а что у нее такие мягкие? Может, так и надо? Нормально, так и должно быть. Подъедай. Так, это надо убрать. Ой, она... А какие вообще маленькие, это ерунда. Колбаса должна быть, девчонки. Вы не правы. Лена, а что у нее такие мягкие? Попробуй. Нарежу, чемпионок. Вкусно? Нормально. На одну. Ну что ты? Давай, я штурюлю. Глазно? Да. Блин. Мне кажется, очень крупно. Все гласно. Да? Ну нормально. Почему? Нормально. Пойдет, ребята. А вкус от этого, кстати, не поменяется. Абсолютно. Да. Чтоб ты зацепил, у тебя хоть в ложке была колбаска. Да. Так. Знаешь что, она из кубика все равно разваливается. Ну это же потому что, ну, все, полетела. Полетела. Палка крабовая. Так, что? Давай я это выкину. Все нормально. Так, где у нас оливье? Оливье вот это. Сюда. Уже запомнили. Ну, немножко вкусно, надо подъедать. Так. Ну, что и будешь тоже крабовые палочки нарезать. Сейчас я тебе их подостаю. Так вот. Мелко их, не наоборот. Кубиком. Ну, а вон, видишь, как, Лена. Белизня, пример. По четыре части фигачу. А я на три фигачу. Вот так вот. А! Тихо! Вот так вот напополам. Иди, иди к себе. Место, место. Так напополам. И потом вот так вот еще напополам. Вот что, совсем маленькие. Да? Нет, нет, ребят, нормальные будут. А, мне просто... А, ну, все равно распадается на такие эти самые. Как скажете, девчонки. Да, вот те поприкольнее. Они такие нежные. Они спешные. Палочки. Будут. Ну, видите, тоже. Они все равно, что те, что те, не с настоящего краба, ребята. Ну, понятно. Если бы они были с настоящих крабов, они бы стоили в раз десять дороже. Ну, да. Правильно? Правильно. Хорошо, краба в палочках остались только палочки. Это у нас Лена, любительница. Сергей не очень по этому салату, потому что он недавно рассказывал, что переел крабовых палочек молодости. Вот. Ну, тоже может покушать. Ну, это в основном, как бы, голены моего. Мы с Дуру тогда набрали, я уже говорил, да? Да, да. Много пачек набрали и все съели, блин. Потому что сидели долго. Раз под разговор, ящик пива. Нехило. Был друг Мишка, царство небесное, классный был друг. Это самое. И мы с ним всю ночь сидели, уже рассвет дребезжит. А мы едим эти крабовые палочки, пьем пиво. Потом тошнило, наверное, аж, да? Да, потом. На следующий день ни он, ни я не могли смотреть на них. А, ну, все, ну, что бывает, переешь. Ну, у меня нормально. Не знаю, я летом лупашу креветки стакан за стаканом отварные. Но меня от них не тошнит, не надоедает, короче. Помнишь, я когда там, ну, в детстве, можно сказать, мака переел? Мака. Да. Мак. Но я бы все равно обожаю. Да, ты все равно ешь. Значит, не так уж и переела. Значит, надо еще. Он мак тяжелый на желудок, у тебя в детстве желудок не воспримал его. Мак. Так, я не пойму, сколько, когда одновременно два салата делаешь. Не пойму, сколько тут, чего надо. Что-то мне все равно, кажется, мало яиц. Попойдет. Так. Так, переживай за утку, ребята, чтобы нормально она пропеклась, приготовилась. Высыпь, что я не достану. Давай. Давай. А, тихо, видишь, как вышло, грустно. Так, все. Есть. А, убери у папы еще. О, вот тут, блин. Они завернутые или нет? Не, не, развернутые. Не развернутые. Они просто твердые по сравнению с теми очень. Так. Так, вы на четыре режете? Да, на четыре. Луковичка. О, они жесткие, ребята. Жестче, да, чем все? Тебе прям мягкие, аж на слабую. А у меня с детства, девчонка, у меня вкус, как сказать, притупленный, наверное. Чего? Ну, то есть, мне пофиг, если честно. Ну, так съесть колбасу, например, или в салате. Или просто взять в руку колбасу, еще что-то съесть. Ты вообще по жизни безразличен к еде. Да, у меня еда воспринимается как... Тебе все равно хлеб это или там, или рыба. Как для машины бензин. Хлеб или красная икра, ну, короче. То есть, еда для меня, это, чтобы была энергия, ну, чтобы я мог двигаться туда-сюда, как бы не более. То есть, редко-редко, когда вот у меня такое с аппетитом, понимаешь, проскакивает, что хочу что-то съесть. Это бывает крайне редко. А так, в основном, мне главное, чтобы было топливо. Капец. На море приезжаем... Что? Вообще другого вкуса. На море приезжаем, сколько вкусностей вокруг, всего, того. Вот. Сережа, ты будешь мороженое? Нет. Сережа, будешь там какой-то... Нет, ну, я иногда ем, и это чисто за... Ничего не хочет. А потом мне пишет в комментариях. А, Юля себе купила, а Сережа не купила. Да ёппер СТ. Да как же я, Сережа, запихаю через силу или привяжу его и заставлю? Каким образом? Короче, блядь. Сереже глубоко пофиг. Редко-редко, что эта охота, это чай. Единственное, что мне бывает, охота, что я действительно, знаешь, утром встал, мне охота чая, ну, организм требует. А с чем его пить, мне по барабану, бутерброд, потому что он легче всего делается. Мама, что? Это утка приготовилась? Не-не-не, сейчас я её добавлю, это время вышло. Я на час ставила, у меня максимум ставят за ребята в духовке 60 минут. Я сейчас включу заново, сейчас просто дорежу. Ещё на 2 часа? Да, я думаю, часа 2. Я убавила конкретно эти самые градусы до 150. А как ты хочешь, чтобы она скорочка не напала? Да я не знаю, посмотрим, как будет. Мне интересно, как эта духовка будет. Так, как я хочу, оно не получается никогда. А как ты хочешь? Хорошо хочу. И красиво. Так, включаю ещё на 50 минут. Сейчас я вот нормально, пока выглядит красиво. Так, ребята, что ещё сюда нужно? В оливье мы не добавляем горошек, потому что Лена не любит горох. А все не против, потому что низко сидишь, поэтому неудобно. Я давно не лазаю по гугу, поэтому побаливаю. Надо раздвиняться больше. Так, Сергей, на огурчик свежий добавим в крамовый. Чё ты рычешь? Не резай, да? Просто огурец. Давай я режу. Я просто люблю свежие огурчики. На, тебе. Давай вот так вот резанок. Огурец. Хочу его съесть. Вот. Но мне нельзя его съесть. Надо. Класс. Давай я это выкину. Ой, она же любит крабовые палочки. Кисечка. Выклюнула. Выклюнула? Я знаю, что она сейчас будет красить кукурузу, мы сейчас откроем. О, это да. И это будет всё. Камма. И ещё я напополам я разрезала, чтобы кубики именно были. Так, как, только напополам? Да. Чтобы кубики. Надо руки сполоснуть. Это крупно. Ага. Вот так вот теперь налезает. Вы мне сейчас понарубаете. Лен, можешь просто для твёрдого? На, попробуй. Моим. О, его дело туда. Лен, сильно крупно. Ну, очень меньше. Сейчас, она очень крупно. Так, что у нас тут по салату? Колбасы нормально? О, ещё парочку добавить. Я обычно, ну, более мелко всё нарезаю. Ну, у меня в этот раз у нас. Какая колбаса-залат. Зато колбаса, да? Салат для великанов. Айма. Парина на место. Занимается. Моя. Моя. Я досталась уже под конец, чуть-чуть поменьше. Сюда вот. Огуречек. Похож я хоть на этого, на Деда Мороза. Бороды не хватает. Бороды. Вот смотри, как я красиво режу меленько. Угу. Колбаску. Ну, так вот, ладно. Ну, и что это? Что это? Как для птичей, да? Да. Как для боробушки. Красивая боробушка. Не, сейчас, кстати, мода меняется. Сейчас в моде более крупно порезанные салаты. Раньше меленько-меленько. Оливьешку нарезали мелко-мелко и так далее. А сейчас уже крупненько. И что, не делать? Ну, как-то быстро справились. Ну, как шесть рук. Да. Ой, дай. Сейчас я солью с ней самое. Дашь мне остатки? А, что, они будут остатки? Да. Ты думаешь? Да, я понимаю. Опа. Так. Чит-час, чит-час. А мы все сюда добавим? Все. Да, вроде все. Так, давай. А, ну, еще мурец. Давайте. Ну, что? Потом лишняя картошка осталась. Не хочу я забывать олене картошкой. Все. Колбаса нужна. Я лук уже сюда порезала, это лишний. Добавляю. Добавляю кукурузей. Вкусно. Ты хочешь она поесть? Да. Класса? Надо ложку. Что-то есть. О, я сейчас дам тебе ложку. Наконец-то. Да, дай мне тоже. Нет. А не надо ей. Держи. О, кукуруза, ребята. Так. Ребята, смотрите. А заправлять эти салаты мы будем позже. Для того, чтобы майонез не стек. Все, иди. Иди. Мы заправим попозже. То есть, прямо вот так вот я ставлю их в холодильник. Можно даже чем-то накрыть. Какими-то крышечками. И в холодильник. А уже перед салатом Новый годом, буквально за час до Нового года, допустим, до празднования, до застолья, мы уже посолим и смажем все это майонезом. Да? Собака. Вот так вот, ребята, мы в кругу семьи готовим на Новый год салатики. И в прошлом году мы там делали, и в позапрошлом. Упал огуречек, держи скорее. Вон, вон. Огуречек ешь. А, наш не ест на лице. Так, все, ребята. Готовьте тоже салаты. Собирайте всю свою семью. Доставайте ножи, дощечки и вперед рубать салаты. Яйца у меня закончились. Сейчас подварю на еще один салатик. И сделаю с печенью трески. И все, по салатам у нас все. С селедку под шубой сделали. А вот. Всех, ребята, с наступающим! С наступающим, ребята!